Завод сульфатной белиной целлюлозы Светлогорского ЦКК к 1 июля этого года планирует выйти на 75% проектной мощности с выпуском 850 тонн продукции в сутки. Сейчас здесь ежедневно производится около 650-700 тонн продукции, 90% которой отправляется на экспорт. Основное направление поставок – рынки Китая и стран ЕС. Пробные партии отгружаются в Бразилию. Часть продукции реализуется местным предприятием-переработчиком. При выходе завода на проектную мощность объем суточного производства продукции в денежном эквиваленте составит почти 1 миллион долларов. Решится вопрос импортозамещения. С сырьем будут обеспечены перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны. Согласно бизнес-плану, проект окупится в течение 8 лет. Всего в предприятие было инвестировано 800 миллионов долларов. Мозорский район первым в Гомельской области завершил сев ранних яровых. Здесь под эти культуру отведено более 1200 гектаров. В целом, план посеву ранних яровых в области выполнен примерно на 50%. Наиболее близко к завершению работ – Ельский, Лельческий и Петриковские районы. Гомельская область и Индия планируют сотрудничать в сферах фармацевтики и пищевой промышленности. Об этом сообщила журналистам чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур по итогам встречи с председателем Гомельского облсполкома Владимиром Дворником. Среди основных целей своего визита в наш регион она назвала знакомство с областью, изучение потенциала для дальнейшего взаимодействия в бизнесе и торговых отношениях. В частности, на встрече с руководством области обсуждалась возможность предоставления индийским компаниям в Гомельском регионе неиспользуемого имущества, в том числе и для совместного производства. Полученная продукция в дальнейшем могла бы реализовываться в третьи страны. В числе перспективных сфер для развития сотрудничества и отрасль науки и технологий. Во время двухдневного визита Сангиры Бахадур также встретилась с индийскими студентами Гомельского медуниверситета и посетила региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Мобильное приложение «Информационный помощник по административным процедурам 142.бел» запущено в Гомельской области. Оно включает комплекс полезной информации, перечень административных процедур, сроки их исполнения, стоимость, необходимый пакет документов, контактную информацию, графики личных приемов и другие сведения. Пользователю предоставлена возможность отправлять электронные сообщения и звонить. Функционал пока реализован в базовом виде, в дальнейшем его будут совершенствовать. Приложение 142.бел разработано для смартфонов на операционной системе Android и доступно для бесплатного скачивания в Play Market. Позднее появится версия и для iOS. Также параллельно дорабатывается и сайт.